РБК Уфа. Новости Башкортостана. Мы вещаем из Аталия Краунплаза. Уфа. Меня зовут Максим Окунев. Здравствуйте. Итак, на площадке особой экономической зоны Алга появится многоотраслевой научно-производственный химический комплекс. Проект на заседании Инвестчаса представил коммерческий директор компании Уфахим Эльшад Шигапов. Будущие инвестиции оцениваются в 360 миллионов рублей. Комплекс будет специализироваться на разработке и производстве различных добавок и реагентов для нефтепровословой отрасли, а также горюче-смазочных материалов. Уже разработан бизнес-план и подобран земельный участок площадью до 8 гектаров под строительство. Планируем на данном земельном участке возведение комплекса для производства различных присадок, добавок и для нефтесервиса, полного цикла обслуживания нефтяных скважин, нефтесервиса, производства масел, добавок и специализированных добавок для производства продукции дорожного строительства. В перспективе предприятия планируют наладить кооперационные связи с другими резидентами особой экономической зоны в сфере нефтехимия, а также тесно сотрудничать с Институтом нефтехимопереработки и УГНТУ. Инвесткомитет одобрил проект. В качестве мер поддержки компания получит преференции, предоставляемые резидентам особой экономической зоны Алга. В Ашкортостане 20 районам выделят более 2 миллиардов рублей на переселение из аварийного жилья. Постановление с изменениями в программе по переселению опубликовано на портале правовой информации. В рамках региональной программы планируется построить 64 тысячи квадратных метров жилья и переселить в них более 4 тысяч граждан. Также в планах снести или реконструировать около 60 тысяч квадратных метров жилых домов. Из этой суммы на нужды Уфы и Стерль-Тамака приходится 1 миллиард рублей. Помимо 20 районов республики на эти цели, также 8 миллионов 800 тысяч рублей получит Минзим имущество республики. В целом судебная практика по данной категории дел положительна. Связано это прежде всего с тем, что речет о защите прав социально защищенных слоев населения. Между тем возникает вопрос, связанный с площадью предоставляемого жилого помещения нового, так как она не должна превышать площадь занимаемого аварийного жилого помещения и район, в котором представляется новая квартира. Как правило, он отличается от места проживания. Но это общая тенденция и продиктована нормами права, которыми руководствуются суды. В этом году за счет федеральных средств расселили 180 человек и 58 семей. Они получили 2000 квадратных метров жилья, а за счет регионального финансирования было расселено 810 человек и 297 им выдали около 11 тысяч квадратных метров жилья. Муниципальные заказчики с начала года заключили с бизнесом контракты на 41 миллиард рублей. Это на треть больше, чем за 7 месяцев прошлого года, когда сумма составила 31 миллиард рублей, сообщили в Госкомитете по конкурентной политике. На 23% увеличилась доля контрактов, подписанных с малыми предприятиями и социально ориентированными некоммерческими организациями – 6 миллиардов до 7,5 миллиардов рублей. Как рассказали ведомстве, чтобы укрепить взаимодействие между государством и бизнесом, специалисты Госкомитета регулярно проводят семинары в муниципалитетах. Эксперты объясняют типичные ошибки заказчиков при привлечении представителей малого бизнеса в качестве субподрядчиков, разъясняют процесс проведения закупок в агрегаторе малых торгов. К слову, число зарегистрированных пользователей в этом агрегаторе за год выросло на 66% до 13 тысяч. Власти республики утвердили функционал единой карты жителя Алгабаш-Картастан. Соответствующее постановление опубликовано также на портале правовой информации. С помощью карты жители региона смогут оплачивать проезд в транспорте, медицинские и образовательные услуги, получать скидки и бонусы в магазинах, кафе и ресторанах. На карту могут начисляться пенсии, стипендии и другие соцвыплаты. Банковское приложение должно соответствовать требованиям национальной платежной системы МИР. Социальные и транспортные карты, выпущенные ранее, продолжат работать. Именно в новом дизайне, вот только постановление вышло, соответственно, сейчас один из первых банков, который будет этим заниматься, это будет банк Уралсип, ну, исторический тот, который социальную карту выпускал. Дизайн утвержден, соответственно, мы уведомляем все банки о том, что можно присоединяться и выпускать карты с новым дизайном. И после этого, ну, соответственно, банки должны привести некую процедуру изготовления карт. Она не такая быстрая, ну, так вот, чтобы не ошибиться точно до конца года. Будущий владелец сам решит, будет карта именной или не персонифицированной, с банковским приложением или без него. Кроме того, в рамках проекта «Алга Башкортостан» можно выпустить отдельно единую транспортную карту «Алга», карту школьника, карту студента, корпоративную транспортную карту и другие их виды. Казанская компания «Волгодорстрой» подготовит территорию Башкортостана под первый этап строительства участка трассы М-12. Контракт заключит по начальной стоимости 180,5 миллионов рублей. В качестве стратегических партнеров подрядчик привлечет две компании – Казанскую «Дорожный мастер» и Тверскую «Нордстар». Исполнитель должен очистить территорию от леса. Для строительства 90-километрового участка трассы всего предстоит вырубить 44 тысячи деревьев, выкорчевать пни и засыпать ямы. Образовавшуюся древесину около 3,5 тысяч кубометров передадут заказчику. Работу необходимо выполнить до 20 сентября. Участок Дюртюля-Ачит станет продолжением трассы М-12 от Казани до Екатеринбурга. Протяженность дороги в Башкортостане от Дюртюлей до границы с Пермским краем составит 140 километров. И в завершении выпуска информации о курсах валют, установленных Центробанком на сегодня. Доллары и евро подорожали. Американская валюта на 17 копеек до 60 рублей 62 копеек. Евро на 81 копеек. Курс 62,51. Лучшие обменные курсы к этому часу. Покупка доллара в Убриер за 65 рублей 10 копеек. Продажа во Freedom Finance за 65 рублей 20 копеек. Наиболее выгодное предложение по покупке евро в банке Финнам за 67 рублей. Продажа евро в Акибанке за 68 рублей 15 копеек. На этом наш выпуск подошел к концу. Оставайтесь на РБК. Редактор субтитров А.Семкин